Что будет в новом выпуске «Я так долго тебя ждал»? Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Все балансы в семье начинают меняться, и тайны начинают всплывать одна за другой. Кадир все еще находится под влиянием шока, который он испытал после того, как много лет знал Эрола как своего брата. Помимо боли, которую она перенесла, Айлис испытывает горечь от того, что она не может назвать Эрола братом. Сибель решает сжечь корабли и зажигает фитиль, который встряхнет ситуацию. Джемаль винит Кадира в инциденте, который он спровоцировал. Когда Кадир снова кричит, что он убийца, веревки между ними становятся еще туже. Несмотря ни на что, Силахатин поддерживает семью Ирен в трудные времена, и это лишь вопрос времени, когда они столкнутся с правдой, о которой даже не подозревают. Кадир сжег корабли и обрушил свои боевые топоры на Джемаля. Он решает склонить баланс акций компании в свою пользу, сотрудничая со своим братом Ролом. Однако то, что он узнает в этот момент, сильно его смущает. Айлис находится под воздействием пережитого шока. Его утешением является Кадир, который всегда рядом с ним, даже если он не подозревает о ситуации. Исмет не может поделиться с Кадиром тем, что он знает из-за давления со стороны Джемаля. Тем не менее, знания, которые он изучает, вызывают проблемы. Он и его жена Сангуль столкнулись с леденящим кровь инцидентом. Джемаль беспокоится о том, чтобы как можно скорее сделать ход и захватить компанию. Пока он реализует план по устранению Кадира, вред, который он нанесет собственному сыну Ролу, даже не приходит ему в голову. Он не хочет хранить тайну между ним и Айлис, но сказать правду непросто. Кадир сталкивается лицом к лицу с Джемалем, находясь под влиянием шокирующих событий дома. Теперь ему предстоит сражаться на нескольких фронтах. Пока Айлис и Кадир строят планы на будущее своей семьи, Айлис потрясена полученной новостью. Айлис будет нелегко пережить эту ситуацию или поделиться ею с Кадиром. Кадир полон решимости забрать Джемаля из дома. Однако Джемалю удается привлечь на свою сторону Михри и Айлис, и он делает ход против Кадира. С другой стороны, Кадиру предстоит столкнуться с правдой, о которой он никогда бы не подумал. После того, что случилось с Ролом, Мерьем начинает сожалеть о плане, который она составила с село. Пока он думает о том, что ему следует сделать, чтобы простить себя, он получает плохие новости, которые изменят всю его жизнь. Получив информацию о том, что Кадир был последним, кто встречался с Сибель, полиция забирает его показания. Кадиру трудно объяснить, почему он скрыл факт встречи с Сибель. Хотя Айлис и жаль свою мать, она также пытается понять, как и кто ее довел до такого состояния. Сангуль улавливает ключ к разгадке важной тайны в жизни село. Вместе с Эсметом, они начинают расследовать факты. Низахат идет к Кадиру и предупреждает его о Джемале. Оставаясь рядом с Айлис, Джемаль стремится избавиться от подозрений и найти доказательства правды, которую скрывает Сибель. Мерьем пытается втянуть Рола в свою игру, чтобы заставить его признаться в правде. В этом вопросе ему нужна поддержка село. Однако цена его игры будет высока. По мере приближения времени свадьбы Айлис начала волноваться. Сможет ли Кадир догнать? Тайна, которую Айлис узнала от матери, смутила Кадира. С другой стороны, его отчим Джемаль теперь будет более активно участвовать в жизни Кадира, чем раньше. Пока Джемаль пытается не допустить раскрытия своих грязных тайн, круг вокруг Эсмета постепенно сужается. Когда Эсмет узнает правду о своей жене и дочери, он испытывает сильную панику. Село находится на перепути тюрьмы. Пока он думает о том, какая жизнь происходит снаружи, он потрясен полученной новостью. Кадир несет бремя того, что он узнал, и изо всех сил старается не омрачить счастье Айлис. Утром ночи, полные сюрпризов, которые он приготовил для Айлис, в их жизнь обрушивается большая бомба. Когда село арестовывают, Кадир заботится о своем сыне Умуте. Пока он и Айлис пытаются помочь Умуту преодолеть перенесенную травму, они также репетируют, как стать семьей. Кадир готовит Айлис большой сюрприз. Накануне важного решения Айлис оказывается в пустом доме, не подозревая, с чем ей придется столкнуться. Джамаль уверен, что село не сможет выйти из тюрьмы с заявлением Эрола. Однако у Эрола совершенно другой план. Пока Эсмет проводит секретное исследование для Джамаля по указанию Джамаля, он узнает, что то, что он ищет, спрятано в его собственном доме. Его жена Сангуль столкнется лицом к лицу с правдой, которую скрывает ее дочь. Пока Эрол, застреленный село, борется за свою жизнь в больнице, Кадир, винящий во всем этом себя, делает все возможное, чтобы как можно скорее передать село полиции. Надеясь найти своего отца, Айлис столкнулась с тем, что у нее есть брат-близнец. Какой ответ она получит, столкнувшись с матерью? Сможет ли село, ставшее беглецом вместе со своим сыном Умутом, бросить все и уйти далеко? Село не отказалось от своего намерения отомстить Эролу. Эрол же не может нести вину за разрушенные жизни после непреднамеренно вызванной им смерти. Пока Айлис пытается узнать, кто ее отец, Кадир, наконец, находит разгадку. Мерьем, которая появляется перед село, когда он меньше всего этого ожидает, удивляет его своим сходством с Захиди. Видя, которое получает Джамаль, показывает ему, что он не единственный человек, который знает о совершенном им убийстве. Село и Эрол, встретившиеся лицом к лицу в стеклянном доме, наконец-то поделятся своим козырем. Представьте, что вы управляете каждым моментом своей жизни, как будто вы находитесь в игре. Нет ничего настоящего. Все основано только на лжи. Жизнь, полная фальшивых друзей и людей, которые интересуются тобой только из-за твоих денег и улыбаются тебе. Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джамаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой – село, желающий отомстить за жену. Пока Кадир выясняет, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который ни на мгновение не оставил Айлис одну после того, что она пережила с эконом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда село и Эрол наконец встретятся лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить село? Айлис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается. У него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. На этом наше видео «Я так долго тебя ждал» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.